Я черпаю информацию на различных информационных порталах. Я как-то всё это собираю, кучу анализирую и делаю свои выводы. Плюс я ещё основываюсь на том, что вижу сама. Соцсети — это Facebook, больше своей части. Я обязательно читаю «Авдет» газету и то же самое в социальной сети. К сожалению, телевидение для меня уже давно не источник информации, потому что что украинская, что российская — это практически сплошная пропаганда. Там можно только некий фактаж такой. Поэтому интернет, интернет, социальные сети и некоторые СМИ, которым я доверяю. Определённый круг таких СМИ, электронных в основном, где я знаю лично журналистов, знаю, как они работают, качество их работы. И при этом, именно поэтому как бы доверяю. И, ну, естественно, я стараюсь использовать несколько источников, чтобы потом отделить самое важное для себя. Интернет и соцсети. Информация иногда сама, она на виду, только надо его распознать. Именно задача журналиста — увидеть эту информацию. Информацию я черпаю абсолютно из разных источников, даже те, которые врут, для того, чтобы посмотреть, какая апплитуда вранья. А так, конечно, в основном это средства массовой информации, которые размещаются в интернете. Естественно, что это быстро, оперативно. Это разные. Это и украинские, это и российские, это и международные. И, конечно же, крымско-татарские прежде всего. Меня прежде всего интересует, что происходит с нашим народом каждый день, каждую минуту. Ну, конечно же, это сначала интернет. Вы знаете, это в детских глазах, когда видишь, что твоя идея и твои какие-то планы, они реализуются. И когда ты видишь, с каким восхищением это дети принимают, ну, вот для меня это всё. Интернет, потому что очень сложно докопаться до истины. Очень много источников, которые раскачивают мнение в одну и в другую сторону. И это, наверное, мнение уважаемых людей окружающих, которые тоже черпают эти впечатления и эти знания, и эти новости из интернета. Продолжение следует...